вот показывала вам что печень я купила куриную пожарила пришла я пол третьего я еще разговаривала сейчас пол четвертого ну вот быстро все тут у меня морковка тертая на мне мороз замороженная было лавровый лист это у меня дома растет это домашний ароматный лук полголовки сейчас расскажу вымочила печень поджарила масс салом на сале сделала на салит вымоченная печень на быстром огне хорошо поджарила потом маленечко присолила я кому сам конце правда присолила потом она сильно обжарилась я добавила большую ложку сметаны потом соус терияки чайную ложечку так и сок томатный сок не в пачке томатный сок есть хороший и томатный сок вместе со сметаной потушила очень быстро 10 минут все это заняло но картошечку сварила отдельно вот мне еще ложка из-под сметаны сейчас собираюсь только пообедать вот пол четвертого замочила мясо на борщик не очень мясо и картошечки начистила сейчас пообедаю это у меня обед а потом часов 5 сварю борщ поставлю борщ пусть кипит и к восьми часам будет больше поужинаю борщом вот моя порция 2 больших ложки пюре больших таких с горкой и 2 лопаточки вот такой печени печень получаю еще забыла сказать что немножечко валяются у меня лимон еще и лимон немножко даванного потому что терияки сейчас покажу какие терияки вот соус терияки это японский соус для приготовления блюд птицы рыбы морепродуктов на четыре порции масло растительное чеснок что-то без кости непонятно соус терияки а это наверное куриные бедрышки соусе в рецепт давно он у меня открыт в морозильнике лежит я что-то решила снабдить печень сладковатая ну вкусно вкусно ничего не скажешь сейчас буду кушать не удержалась показала всех всех приветствую на моем канале сам себе режиссер меня зовут ольга я два часа сообразила что хочу пирожков вот завела тесто вымесила поставила на горячую воду и сначала у меня мысли было на масле пожарить а потом когда вымешивала думать что на масле могу и в духовке ну пока подойдет я решу закрываем крышечкой и ждем с и жарю капусточку у меня был маленький качанчик на днёр очки тушу можно сказать долго ж не буду показывать зачем замороженная морковь есть потом морковь туда добавлю лук покрошила вот такой вот я крашу капусту таким орудием очень удобно быстро пожарим и потом посмотрю у меня можно и с повидлом сделать правда жидковатая повидло домашние с вишней но посмотрю и не знаю буду печь или в масле жарить видно будет время покажет я еще не созрела время пол третьего а я собралась я сегодня хоть и рано 8 часов проснулась каши манной себе сварила кашки поела вчера вечером я ела печеночку тушеную я показывала я сняла но еще не показала сюда войдет на сегодня маночку потом еще осталось и еще в 12 часов и и доела жиденькую такую специально сварила все обед вот на манке прошел у меня больше вчера наваренный есть я больше наварила вчера вода не показала забыла вот обедать есть чем но вот доела манную кашу чтоб не пропало и уже какой обед уже все букетик так стоит вроде бы и папоротник молодец лапочки расправил сегодня воскресенье у нас ночью такой дождь шел сильный алексеевна на своих грядках ну потому что дождь прошел пошевелить надо конечно цветочки не было такое прямо пасмурное свинцовое свинцовое как-то жутковатое на видео но как-то еще сочнее еще красочнее надо еще высаживать помидорки еще он сколько у меня их когда это поедем погода не дает это у меня укропчик коробку вниз положила мешок новый чтоб не протекал все портулак подруг смоленько то совсем был маханьки как-то так на 1 числа и 1 дождь вроде бы посмотрела вот воскресенье позавтракала и чего чего делать включила телевизор на сей раз сегодня по интернету ничего хорошего не было включила дом воскресенье должно про животных показывать есть передача такая про животных люди приносят с собой собачек кошачек одна принесла лисичек выкупает лисичек с какого-то там заповедника одно безхвостую прямо из хвостика говорит мать откусила ой страшно так ой за эти мигалки а сороки сороки чик 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 ну вот посмотрела я про эту программу встала на табуретку она опять скрипит вот что такое у нас уже и сиренька там расцвела и все и думаю что я буду сидеть что-то пирожков хочется дай-ка я заведу для меня это прямо песня и занятость и польза какая-то и как вроде живу завела вымесила хотела сделать на масле потом вымесила думаю а можно и на противне в духовочке тоже неплохо посмотрю наверно и таких таких сделаю посмотрю на масле чем плохо вечно сковорода заливаешь хоть у меня старенькие мамины сковородочки ну как-то с маслом с этим выливать наливать выливать не успеваешь на пирожки же много надо сколько ты не начал печь там 10-20 я примерно так что 15 до пеку я много не пеку бывало такое что и 5 штучек пику капусточку пожарю с капусточкой но у меня и печень есть жареная можно печень блендере или у меня мясорубочка такая размельчитель есть размельчители смешать с рисом можно такие вот пока капусту пережарила в основном с капустой любим посмотрела как-то одно видео одна женщина сейчас вспомнила я стала тихо говорить и вспомнила одна женщина я так гороластая такая кричит в камеру под 60 лет она с юмором женщина веселая но горлопанит голос и я люблю такие видео где громко говорят они я такие не смотрю вот мы с ней антиподы я не смотрю гороластых а она не смотрит кто бубнит под нос вот и все и она не будет моей смотреть а я не буду ее смотреть я устаю когда кричат я устаю почему-то у меня психику действует это громкий голос и это горла стых не смотрю там голова начинает болеть как они кричат вот так это я вчера глянула и закрыла сильно кричит а прямые эфиры длинные но я люблю все длинное ничего страшного как кино одно и то же одно и то же но ясно дело нас у всех дома одно и то же люди привыкают если кому нравится так и они смотрят как будто бы в гости в подруге ходить и не надо далеко из дома выходить включил и смотри ну вот я не знаю такая какая-то женщина даже не знаю как объяснить мы все разные у меня тоже можно всяко кричит так и ест как в жерло много ест поставить чавкает и сделали замечание как я вас сейчас удалил и мне так интересно с этим каналом сорт людей да почти все почти все блогеры они я заметила я же смотрю давно уже лет пять наверное пока само еще не снимала как только заведут канал дорогие любимые да вы же мои да я же без вас не могу чу 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 здравствуйте до свидания будьте счастливы ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля вот слышишь как только подписчиков там пол миллиона или двести там начинают. Я вас удалю с канала. И я не потерплю своей грязи на моем канале. Я вас удаляю. Я не хочу слышать всякие комментарии. Вы мне настроение портите. Что это такое? Они начинают командовать. Что зрителям говорить, как говорить. Но если это твой канал, включи его дома и смотри его. Я думаю, что все мы понимаем. Мы же все взрослые. Это же не 12-летний ребенок кричит. Это пенсионерки кричат. Мой канал. Я хочу, чтобы на моем все хорошо было. Чтобы только советы давали. Чтобы только говорили, что мне и как хорошее советовали. У меня настроения нет. Вы зачем мне портите? И вот это вот. Я смотрю, у этого блогера много подписчиков. И она, или он, или она, и мужчины. Есть один там тоже истерик. Даже забыла уже. Известных все там про него говорят. Забыла. И я вот так, я так смеюсь, я так смеялась. И стоят. Это мой канал. Да я на своем канале. Как вроде не на телевизоре. Канал. Какой там канал? Господи. Видео домашнее записывает. Канал. Поэтому я как-то думаю, что если человек умный, умный, он или будет хорошо понимать, что мы все разные, что есть люди больные, есть люди завистливые. Не зря же очень много блогеров болеют. Очень много. Голосливые, если так можно выразиться. Но отрицательной энергии много. И мы все разные и по-разному воспринимаем эту энергию. Возможно. Возможно. Но это из... Ну как? Попантазировать, может быть, можно. Но может быть, это так. Вот. Поэтому или пожалейте этих людей от души, а не так с язвинкой. Она мне сказала, а я ей ответила так же. в такой же тональности. Я хохотала так. Я говорю, интересные, как вы на поводу идете? Ведь в годах женщины. Ну ладно, молодой там прыгает с замутненным сознанием. А мы-то пенсионеры. Но если мне напишут, ты старая дура, что там говоришь, сидишь. Да мы тебя не можем смотреть против. Но мне почему-то... Ну у меня потому, что нет подписчиков. Я не знаю, но я же... Мне его жалко, этого человека. Мне же его жалко. Значит, что-то в жизни не так у этого человека. Раз он озлабливается, раз он хочет сделать больно, мне его жалко. Я бы его пожалела. Но если на это не хватает, просто молчком уберите. Вы ж понимаете, чем провоцируют, значит, хотят внимания. Ещё такой приём есть, чтобы канал свой немножечко обратили внимание. Все вот эти скандалы. А, я недопоняла, видимо, этих пенсионерок, которые говорят, мой канал. Может, не специально это. Да не может, наверное, тоже. Я так уже сейчас что-то одумалась. Наверное, это тоже продвигает их канал, когда на них... Но они же тут же говорят, что не надо мне, не надо мне таких. И можете отписаться. То просили, подпишитесь, пожалуйста, на меня. Подпишитесь. Такие миллион-миллион миличики были. И какие сейчас они? Какие-то такие вот озверевшие. очерствевшие. Как пуп земли. Что вот все на них смотрят. И они ими и даже, как говорится, не ценят их. И они им пофигу. Отписывайтесь. Мол, ко мне еще столько придут. Да я лягу. Какая глупость человеческая. Боже мой. А что же мы говорим о войнах? Когда вот, вот, вот в этом вот ютубе, как все говорят. Ну, я не хочу назвать это слово. Ну, такое, что между усобицей идут один канал против второго канала. Чтобы стоптать этот канал. Придумывают, что хочешь. а так же и войны идут. А войны так и поступают. Страны разные. Разные правители. Такие же завистники. Такие же завидуют, что где-то больше ископаемых, где-то больше как говорится продуктов. Ну, я так уже утрирую. больше, больше, больше у всех. А у них там этого нет. Лесов, полей, морей, к примеру. И они стараются эту страну пригнобить, принизить, чтобы, не дай Бог, они голову не подняли и не казались выше их самих. к чему это приводит? Это приводит к воинам. А здесь один блогер видит, ага, у него столько просмотров, у него столько подписчиков, и давай что-нибудь лить на неё, собирать сообщество. Вот тут интересно, я так замечаю, какие-то объединяются люди. Я думаю, или им делать нечего, или до того они вот так вот сделаны по жизни, чтобы объединяться и делать зло. Наверное, такие тоже есть. Это, знаете, как вот армия муравьёв. У них же есть рабочие эти муравьи, охранники какие-то, там, строители. Ну, матка в середине сидит, её кормят, поят. Вот, матка, значит, я думаю, что это правительство. Ну, вот, наверное, так. Остальные кто, где, как. Кто, как приспособится. Ну, такие сравнения у меня на голову идут, и я вот такие вот, кто каналы и так относятся. «Я вас блокирую, я хохочу йогу». «Ну и что, что ты блокируешь?» «А если на тебя там плохо сказали, значит, он не хочет, я хоть заблокирую». Ну, конечно, не хочется слушать плохие обзывания, плохие слова. Ну, как не понимают люди, может, понимают, специально раздувают, что ли это, я не знаю, я так думаю. Как не понимать на весь земной шар столько дурачков, столько ещё и профи, у всех свои задачи и цели, и хотите сказать, что не пишите мне, мне настроение портите. Ну, если ты вышел на канал, настроение при себе держи, наверное, или как-то его трансформируй, от этого абстрагироваться надо, как-то сама себя должна, как сказать, взять в руки и самой себе сказать, я-то себя знаю, но они пусть говорят, что хотят. И когда ответа нет, тогда нет и разбора, но, однако, делают ответы, чтобы, наверное, были разборы, чтобы больше внимания, наверное, наверное, чего-то я не понимаю, у меня ничего нет, я даже ничего не понимаю, но некрасиво, некрасиво, единственное смотрится, когда обозленные вот этот блогер и блогерша кричат в камеру, «Я вас не хочу я себе видеть, я вас блокирую». Ну и что? Ну и блокируют. Человек возьмет еще какую-нибудь себе откроет канал или там как он называется и опять зайдет. Это же ой, ну они интересно, как будто они в своей квартире. это мой канал, я что хочу, то и делаю. Ну и делай. Ну а тебе-то ответки прилетают на твои дела. Ты же показываешь всем, ну не может человек быть всем хорош, ну никак не может, это не ни в жизни, ни в кино, нигде, ни в рабочей среде, ну неужели никто нигде не работал? Даже везде такое было и есть. Ну всегда смешно, когда они блокируют. Я почти никому не подписываю, чтобы меня не блокировали. Ну я и не пишу, ничего такого. Но все равно ожесточенные, такие ожесточенные, у кого много подписчиков, они такие, хоть войну, они могут и войну между собой открыть. Так вот, как государство делают, а еще возмущаются. Почему воины, почему дружно жить не можете, почему дать чего, вот поэтому мы не можем. Человеческая суть такая. Зависть, захват, соревнования, у меня будет хорошо, а у тебя будет плохо. Как-то из этой серии. Ой, вот вышел на свежий воздух, такой ветерок хороший, обдувает так хорошо. Я на табуреточку встала, не стала качаться, вроде не стала скрипеть. Табуреточка старенькая. Ну вот как-то так. Надо перевернуть укропчик уже в одну сторону. У меня уже вот такой большой, я вот постригла его. Вот у меня большой. Пойду капусту проверю. Никак мимо не могу пройти. Красавица такая. Решила еще снять как я пирочки разделала. 20 минут пятого у меня уже они минут двадцать стоят. Эти пойдут в духовку. Я хотела проверить. А эти пойдут на сковороду. На масло. Ну вот как-то так решила. С картошкой всего два штучки на масле. будут. А те все с капустой. С капустой я люблю. Все мои знакомые любят. Да тут есть всего 15 штучек. Раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять десять одиннадцать двенадцать четырнадцать пятнадцать шесть 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 девять девять даже девять так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять о девятнадцать ну девятнадцать стакан молока прессованных дрожжей вот так вот так ложку сахара соды пол чайной ложечки обязательно я в дрожжевое тесто кладу соду это дает очень много всего всего там всем причина единственное нельзя соду класть если нет жира в тесте если масла постного нет если там молока нет если вода и дрожжи то туда не надо сыпать соды а если присутствуют какие-то жиры то обязательно соду желательно сколько раз делала мне понравилось я сначала не сыпала соду сейчас сыплю ну вот одно яйцо стакан молока стакан молока а и полстакана водички я долила потому что молоко было холодное неохота было его греть а у меня кипяток стоял и я полстакана кипяточка чтобы ну чтобы не было холодное молоко прилипает вот все время приходится я не знаю как люди накрывают я вот смотрю многие накрывают ну ведь когда отдираешь тесто поднимается за пленкой вот надо какой-то короб такой вот сделать бы мне высокий обтянуть целлофаном и накрывать а то как-то вот это вот оно прилипает ну я уже духовку включила поэтому потом покажу все испекала пирожки очень мягкие ой ой видите горячие горячие мягкие 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 как вата а это сделала на масле тоже вон какие мягенькие ой как вата 소� еще кажется что черно так оно ну чуть-чуть да тут видимо пюре картофель она тяжелее она легла на дно но ничего чуть-чуть мягкие пирожки Накрываю их салфетками Их только развернула Забыла, что не сняла Позаворачивала, чтобы масло впиталось Начала снимать Давай, надо развернуть, показать А то масляные сильно Забыла яйцом смазать Ну ладно, пусть будут такие Вообще хорошие Надо убрать, а то потеют Все, переложила Что под руку попалось С капустой Надо кого-нибудь угостить И самой поесть Забыла яйцом смазать, когда уже поставила в духовку Думаю, ай В это время пекла На масле Тоже мягенькие О, какие С удовольствием сейчас чаю накипячу Только кашу манную поела В 12 А уже 5 часов Вот В 2 часа замесила тесто В 5 часов уже конечный результат Пока тесто поднимось Пока я раскатала Пока выпекла Выпекала 20 минут И то, и другое В духовке 20 минут постояла И на сковороде тоже 20 минут выпекала По 5 минут каждую партию Ну вот и все Пока-пока Счастливо всем! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...